Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Включил резервную радиостанцию... Не знаю, будет она работать или нет... Но... Ой какая-то... Надежда... Вроде бы дождик... Намечается... Посмотрим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поедем дальше... Место... Обычное место... Ничем не примечательное... Ничем... Ничем... Не отталкивающие... Продолжение следует... Спасибо... Забрызгал... Забрызгал... Стекло... Забрызгал... Забрызгал... Спортит... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двигаемся в сторону Хабаровска. Покинули Родивосток. Находку. Устурийск. Вот Устурийский край. Где-то здесь жил. Дружно. Козёл и тигр. Но я их не встречал. Пока солнце не пробилось и не слепит правую камеру, пусть работает, снимает. Хорошая вещь. Кипятильник абсолютно автономный. Ни от кого не зависишь. Захотел кофе, сделал. Я брал с собой два кипятильника. Один китайского производства. А что интересно, он работал, работает только при положительных температурах в салоне автомобиля. Было несколько случаев. В Багаданской области. В общем, на Колыме, в Якутии. Когда он просто не включался и всё. Пишет, неисправен. Он какую-то фигню пишет и всё. Потом отогревался немного. Начинал работать. А вот наш чайник. Ему по барабану какая температура. Да, на китайском там дисплей маленький. Где температуру показывают и так далее. Это удобно. Никто не спорит. На нашем чайнике только можно догадаться по тому пошёл пар или нет. Электроники никакой в плане отслеживания температурного режима. Да, при желании можно есть термометры с этим длинным щупом. Можно пихнуть туда и проблем не будет. Это в очередной раз доказывает насколько наши вещи надёжнее. в Москве. 23 минуты первого. У нас 7 часов 23 минуты. В общем, полвосьмого приблизительно утра. Вчера интересный такой момент был утром заснял на видео восход солнца. То есть в Москве была полночь тут было 7 часов утра и зашло солнце. Так что у кого есть романтические такие настроения, можете посмотреть вчерашний день. я опять же забыл какой день в движении. Но приближаемся к 40. часа. О, к часа. О, к часа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не очень хорошая информация... Уже третий диск... По 2 терабайта... Заполнен практически... На один день, может быть, хватит... Так что надо будет, наверное... Приобретать еще как минимум... Один... А то и два диска... Или отказываться... От съемки на боковую камеру... Но хотелось бы... Показать... Тем, кто никогда не был... На Дальнем Востоке... Какая тут природа... Как тут красиво... Так... 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 Ну, съемка велась по положенной стороны. Так, падают первые капли дождя. Кстати, ночью было очень жарко, пришлось снимать верхнюю одежду. Вообще, мне нравится просыпаться, когда в салоне автомобиля утром положительная температура. Ну, положительные они плюс 1-2 градуса. Тоже хорошо и мало. А вот градусов 10. Сейчас, кстати, за бортом 14,5 тепла. Вот справа, по-моему, я оставался ночевать. Я ошибаюсь. Я ошибаюсь, там дороги не было. Нет, солнышко мое. Я с тобой никак не по пути. Я думаю, вы поняли. Я Đây. Я не знаю. Я не знаю. Собирайся. Нет, ребята, никому я дорогу освобождать не буду. У вас есть встречная полоса, обгоняйте. На обочину уходить не собираюсь. Это на серпантине, там ни черта не видно водителю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спаск дальний. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спаск дальний. В Рязанской области есть Спас Рязанский. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ННК 47-90 Радар к ограничению 90 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Д plans Здесь я по моему останавливался Хорошее место Вот с правой стороны Удачи вам ребята Успехов в развитии своего дела 2 километра, круговое движение, первый взъезд. 2 километра, круговое движение, первый взъезд. 3 километра, круговое движение, первый взъезд. 3 километра, круговое движение, первый взъезд. 315 километров. 3 километра, круговое движение. 3 километра, круговое движение. 3 километра, круговое движение. 3 километра, круговое движение. 4 километра, круговое движение. 4 километра, круговое движение. 4 километра, круговое движение. 4 километра, круговое движение. Вот здесь хорошо, как только начало свергаться, очень легко и быстро найти место для ночевки, для остановки. Вот какие мучения были, блин, на Колумее. Приходилось засветло останавливаться. Так, я заезжал, нифига здесь нет в ремонт радиостанции. Площадка разбита в хлам, очень легко повредить автомобиль. На Хабаровске 510. Это до Лучеборска. Продолжение следует... 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 Небо пасмурное. Хотелось бы проехать Дальний Восток без дождей, чтобы максимум видео сделать. Продолжение следует... Мегафон показывает уверенную связь. Сто процентов мощности. Телли-2. 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 Телли-3. Мощность сигнала 100%. Сто процентов 4G HDS-V В общем, связь надежная Только сказал, связь надежная Мегафон на 50% мощности Да, 50% мощности сигнала мегафона Но посмотреть на деревья как-то не очень Вяжется с тем, что осенью, сентябрь Деревья Местами желтеют, да Сколько погибших животных А сколько их погибает ежедневно по всей стране Где? Уже Прилипает Голос 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Обратите внимание на цвет дорожного полотна С каким-то розоватым оттенком вроде бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Любые времена года прекрасны И зима, когда все деревья в снегу И лето, когда все кругом зелено И осенью С той цветовой гаммой Это просто восхитительно Освятительно Уссурийск Я не видел границу проехали, нет? Уссурийского края Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, надо будет найти Стоянка Стоянка, где Прачная Дождь Деревья Деревья и бурые И коричневые И красные И желтые И оранжевые Стоянки Не скупится осень Держи На краски Стоянки Держи Держи Стоянки Продолжение следует... 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 РАДАР ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕВИОСТА Строительство моста Ни светофоры, ничего нет Какая гамма-классака вообще Обалдеть ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Каких только автомобилей не увидишь в гору. Проверка связи, ребята, меня слышно, нет? Проверка связи, ребята, меня слышно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пожелтевшая трава, разноцветие деревьев. Продолжение следует... Осень. Осень 2021 года. Двигаясь в сторону Хабаровска из Владивостока. Суетливость и бестолковость дорожного движения по Владивостоке хуже, чем в Москве. Мне не понравилось дорожное движение в Владивостоке. У находки проблем нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...